В этой скромной хрущевке ни сауны, ни бассейна, ни тренажерного зала. Каток зимой тоже не заливают. Словом, заведений, где могли бы тратить столь внушительный объем холодной воды, нет. Только поликлиника. В подвале сухо, трубы не текут. Однако практически каждый житель дома ежемесячно видит в своих квитках заоблачные показатели, якобы потребленные на общедомовые нужды воды. У меня вот, например, набегают два куба, да, это самое, мне шлют вообще по шесть кубов. Вот, представляете, это что, бассейн что ли у нас тут? Если с каждой квартирой по столько будет, у нас больше ОДН, чем мы сами платим. Зачем мы счетчики вообще тогда поставили? Получается, 20 тонн воды, это только на одну квартиру за год. Вот если Новогорпель Камер написал, что да, 4 тонны мы там газоны поливали. Ну посмотрим, а если газоны политы, можем согласиться. 3 тонны. А это мы с шампунем помыли. Хорошо. Это ирония, реакция на абсурдность ситуации и непонимание, откуда берются такие цифры. Коммунальщики людям толком объяснить этого тоже не могут. Это говорит, вы снимаете такие показания, нам такие показания дают. Вот и все. Да, это показания. Они всегда правильно подтверждают, такие говорят. В письменном комментарии от Новогорпель Камер нам ответили примерно то же самое. В пятиэтажке по Качканарской 47 установлены общедомовые приборы учета. И начисления производятся в соответствии с их показаниями. Однако обещали провести проверку. Также в расчете учитываются площади жилых и нежилых помещений в указанном доме. И величина площади помещений, входящих в состав общего имущества. Сейчас проводится проверка по наличию заключенных договоров на отпуск воды и прием сточных вод с нежилыми помещениями. По результатам проверки будут внесены изменения и произведен перерасчет платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению на общедомовые нужды. О сроках завершения проверки специалисты пока не сообщают. Мы будем следить за ситуацией. Евгения Караксина, Михаил Иситров, Телевизионная служба новостей.